Это только начало. На прочность будут испытывать всех. Эти слова Александра Лукашенко на саммите СНГ в Астане вызвали серьезный резонанс в экспертной среде. Аналитики отмечают, что президент Беларуси попал в самую точку, ведь уже были попытки цветных революций в Казахстане и Узбекистане. Еще один крайне важный месседж от первого к странам Азии – брать судьбу в свои руки. Наша инициатива от широкого международного диалога по укреплению мер доверия до пояса цифрового добрососедства ориентированы на создание неделимой, всеобъемлющей архитектуры безопасности, в рамках которой мирно существуют государства и народы. Мы можем стать хорошим примером взаимодействия для европейского региона, где система сдержек и противовесов, созданных в 90-е годы прошлого века, трещит по швам и разваливается. Убежден, с учетом смещения фокуса глобальной политики и экономики в Азию, динамичного развития трансконтинентальных торгово-экономических связей, паневропейских инфраструктурных и логистических проектов, как никогда актуально дальнейшее расширение диалога и сотрудничества между государствами совещания. Какова будет конструкция нового меропорядка, где оформятся новые полюса мировой политики, и каким будет грядущий баланс сил, во многом зависит и от нашей с вами коллективной воли и политической ответственности. Сегодня, как никогда ранее, они важны, потому что речь идет о будущем наших детей и внуков. Настало время Азии. И очень важно это время не упустить. Наша страна настроена на долгие и добрые отношения на азиатском векторе. Это же не только Индия и Китай. Потенциал колоссален, рынок масштабный. И здесь твердая позиция президента Беларуси показывает восточным партнерам нашу надежность. Как дальше будут складываться отношения Минска с Востоком? И нуждается ли СНГ в реформировании? Наш обозреватель Алексей Волков пообщался с аналитиком Белорусского института стратегических исследований Антоном Дударенком. Хочу поговорить с вами про события в Казахстане, про саммит и про совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Александр Лукашенко там выступая, от него прозвучала, можно сказать, даже такая программная речь о том, что сегодня в мире настало время Азии. То есть весь вектор смещается все-таки туда, к Китаю, к Индии. Это неоднократно обсуждалось, но меня здесь интересует вопрос. А вот в этой новой эпохе, в этом новом времени, где место для нашей страны? Алексей, хочется в первую очередь сказать, что Александр Георгиевич Лукашенко отметил уже событие, которое имело место. То есть поворот в Азию с нашей точки зрения уже произошел. И сейчас все взоры мира обращены как раз-таки на этот континент. И мы здесь лишь констатируем. Поэтому для Беларуси, во-первых, это выгодно с той точки зрения, что мы уже давно развиваем свой путь в Азию. Уже давно налаживаем отношения со странами дальней дуги. Если прикинуть статистические данные за последние лет 20, то по объему торговли со странами Центральной и Южной Азии у нас есть рост где-то до 8 раз. По росту положительного сальдо порядка 30 раз. То есть вот это достаточно яркий показатель, который говорит о том, что мы уже давно на этом пути. Но, естественно, современная ситуация диктует какие-то определенные новые требования к тому, как туда идти, как двигаться, что нужно учитывать. Ну вот вы как аналитик, как эксперт, вы видите эти пути? То есть не исчерпали ли мы в целом запас экономического транспортного какого-то движения туда? Вот, в первую очередь, в Китай, в Индии, в другие восточные страны, которые сегодня, в общем-то, это наши друзья и даже в каких-то моментах союзники? Во-первых, надо сказать, что запас роста всегда есть. А в текущих условиях он есть в особенности. Потому что сейчас идет перезагрузка транспортно-логистических путей, формируются новые пути, скажем так, развиваются старые. И сейчас нам можно встраиваться в новые пути, можно подключаться и более высоко задействовать потенциал уже традиционных маршрутов. Тот же самый маршрут Китай-Европа, несмотря на санкции, несмотря на пандемию, рост есть. — Скажите, вот Беларусь, все-таки мы европейская страна, но очень, как вы сказали, разворачиваемся постепенно на восток. Какую мы здесь, наша страна может сыграть роль? То есть какой-то, не знаю, врата востока или какой-то такой хаб между Азией и Европой, что, в принципе, до этого тоже неоднократно уже у нас и было, с учетом транспорта, логистики? — Весь мир начинает смотреть в сторону Азии, то есть туда идут все. И поэтому Беларусь, только потому что она Беларусь, ее там не будут встречать с распростертыми объятиями. То есть нужна работа наших востоковедов, маркетологов, дипломатов для того, чтобы мы могли встроиться вот в этот регион, чтобы мы могли выдержать ту жесткую конкуренцию, которая ожидается, которая уже начинается. И чтобы мы могли делать грамотные, выверенные шаги. То есть здесь нужно все учитывать. И работать всем, скажем так, институтом. — Также был саммит СНГ в Астане. И многие отметили, что как-то достаточно прям откровенно очень лидеры говорили о проблемах, о том, что и буксует организация, и что есть внутри какие-то разночтения. Вот на ваш взгляд, СНГ вот спустя столько лет после создания, вот он пришел сейчас к определенной какой-то точке бифуркации, что дальше будет с СНГ? Эта организация отжила себя, или она наоборот сейчас получит второе некое дыхание? — Мне кажется, вот эта точка бифуркации — это проверка на прочность. И если мы видим, как та же самая шанхайская организация сотрудничества получает второе дыхание, СВМДА получает второе дыхание, то есть они институциализируются, они развиваются, то СНГ тоже, как организация, которая существует десятки лет, она имеет запас прочности и имеет шансы на то, чтобы дальше развиваться. Все зависит от общих усилий. — На ваш взгляд, все-таки это будет крен в сторону политики, экономики или, может быть, безопасности? Ведь обсуждали на саммите предоставление СНГ статуса наблюдателя при ОДКБ. — Мне кажется, сейчас все вот эти моменты развиваются в комплексе. То есть не будет сейчас экономического развития без обеспечения безопасности тех же торгово-транспортных путей. И не будет безопасности при обеспечении какой-то экономической стрессоустойчивости. То есть вот это все будет развиваться вместе. И поэтому мы видим, как идет налаживание вот этих мостиков между региональными организациями, между СНГ и ОДКБ, между ШОС и АЭС. То есть это естественный процесс в условиях текущей вот этой международной глобальной турбулентности. — Антон, спасибо большое за интересную беседу. — Спасибо.